Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игре под названием Зубы, сегодня будем играть за Феникс Арави, побахаем за этого прекрасного друга, поговорим про сборочку немножко. Но перед этим, ребятки, у нас как бы ничего нового не запустили, разработчики, если что, если что. Но самое важное, конечно же, в этом видео, это результаты розыгрыша. Они есть по ссылке в описании к видео, вы их можете там найти. То есть это непосредственно ссылочка, по которой взяли, перешли, почитали, кто же там победил, там будет текст на варианте. Либо же, либо же заходите на канал, в котором сейчас смотрите видео, по-моему, да, заходите во вкладку сообщества и там будет запись с победителями розыгрыша. Для победителей информация о том, что гемы начислят где-то в середине недели, так, в среду плюс-минус, да, ну там все зависит от разработчиков, опять же, когда раньше, позже, я постараюсь сказать, если не забуду, когда начислят. И для всех, кто не победил, ребятки, ну, будут еще много розыгрышей, участвуйте, побеждайте, как говорится, 10 победителей, в любом случае, под тысячи гемов это всегда хорошо. Ну, а мы открываем лабиринтик, да, думал я во время лабиринтик рассказать, но, по сути, не получилось. Также, ребятки, не забудьте, там в магазине сегодня, напоминаю, последний день старых жетонов, то есть у нас в магазине, как вы знаете, ну, есть жетоны, 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 для которых там разработчики придумывали весной, в конце весны, новую систему разноцветных жетонов, сезонных, которые бы пропадали. Ну, в общем, это никому не зашло, это бред, потому что у людей там под 100 с чем-то, 200 с чем-то жетонов было. Ну, и разработчики такие, мы у вас все заберем, просто так, вы их купили, а мы вас забираем. Ха-ха-ха, смешно, да, смешно. Вот, да, разработчики умеют шутки вшутить. Ну, в общем, откатили это, конечно, изменяя, правда, не знаю, может быть и забрали, потому что там все-таки какой-то промежуток времени эта штука работала. Ну, не знаю, не знаю, не могу сказать, возможно, это как бы, ну, неадекватно, логично, что неадекватно. Ну, вот, разработчики зубов, вы же понимаете, на дно пробить новое дно и спуститься на еще поглубже, это же они умеют. Это в этом мастерство, конечно. Ну, опять же, не сами разработчики зубы, да, а конкретно те, кто решают, что же в игре будет, да, вот, небольшой момент. Кстати, на моем восьмом уровне сейчас будет бот, стандартно. Стандартно, это у нас девятый лабиринтится, что, ребятки, или восьмой, ну, вообще неважно, пусть быть девятый. Девятый лабиринт, по поводу рави, да, договорить тоже нужно. Хотя, хотел бы про разработчиков сначала договорить. Я тут забыл вам кое-что показать, ребятки. Нам выдали сундучки, причем уже давненько, кстати, вот, сначала покажу новость. Вот, да, новый опрос. Был опрос 9 дней назад, и вот буквально вчера, позавчера выдали сундучок золотой за этот опрос. Сейчас вам покажу его. Вот он, видите? Зубокиперс, не знаю, что, Зубокиперс, короче, в общем, Зубстарый, короче, да. Спасибо за ваши отзывы, вот, золотой сундук дали. Офигеть. Я там, правда, такое написал, а в душе, а в душе написал все, что думаю. Ну, конечно, мы понимаем, что те, кто люди, которые решают в игре зуба, вот все, что тут должно быть, а как она должна развиваться, все остальное, ну, грубо говоря, давайте скажем, не грубо говоря, скажем, немножко завуалировано, делать это не очень правильно, да, неправильно, неправильно. Вы, я думаю, понимаете, это все, это все понимают, но вот сейчас что-то, видите, и магазин здесь у нас как-то сдувается, да, опять же, старый, что-то, вот, они синенькие, ребятки, новые, это, желтенькие. Хотя, видите, вроде бы цвет меняется, но они стали несезонными. Опять же, в магазине, вот, вымывание гемов из вас происходит, вроде бы, акции на гемы. Ну, кстати, 303 тысячи повысилось, зацените, вчера было 265, сегодня 303, непонятно, что там у разработчиков, ну, в общем, интеллектуальное, интеллектуальное. Ну, в общем, вроде бы ничего не забыл больше сказать, все, что хотел, сказал, поэтому отправляемся за рави нагибать, у нас железная дорога, кстати, а, там, сборочка на рави. Почему такая сборочка? И все такое, хотя, наверное, на железную дорогу все-таки лучше взять фрамоны. В общем, у рави, в принципе, сборка вот эта стандартная, три предмета, это супер предметы, которые для рави всем нужны, за вампиры, но без вариантов. Самый, знаете, что это предмет, около адреналина, потому что очень часто прилетает рандомный выстрел, аравия умирает, ну, и ботинок, чтобы была подвижность. Дальше, все остальные предметы у меня, к сожалению, не выпадают, вот эти вот интересные, да, я бы так вот так взял битвы и битсуху, наверное. Битсуха бы смотрелась красиво, но, к сожалению, она не падает. Все остальное, наверное, бесполезно. Возможно, полезен вот этот предмет, но на максимальной прокачке, плюс-минус там, под максимум, да, и с адекватными складами. Ну, в общем, я видел, как такое реализуется, это, в принципе, красиво смотрится. Но у нас выбор, как говорится, немножко другой, поэтому надо выбирать из этого всего. Из адекватного выбора. Дефибриллятор, если играете командные бои 5 на 5, да даже 3 на 3, наверное, полезен будет очень сильно. Ну и все. Возможно, канистр гелия, как хороший вариант, но тут смотрите, потому что, возможно, будут такие бои, что вы 0 реализации сможете сделать, а, возможно, будут бои, где вы будете ее реализовывать. Но тогда лучше реализовывать ее связки с дефибриллятором, чтобы спасать своих сокомандников, все такое. Потому что вы отталкиваете противников, опять же, многих с ближним боем, да, при этом спасайте кому-то свою команду и все такое, и как бы связка неплоха. Ну, опять же, возможно, у вас какого-то из этих предметов, премьера зубового вампира, не хватает, или еще чего-то. Ну, в общем, не знаю, может, 5 высотов будете делать всякое разное. Ну, а так, феромоны, как вариант, я бы взял, но тоже не беру, потому что малоэффективны, хотя вот на 6 дороги сегодня посмотрим, возможно, с мини-сборку. Ну, а так я взял бинк. Почему бинк, как бы, не очень прокачанный и все такое, очень сильно позволяет Рави выживать. Ну, прям дико сильно позволяет выживать, потому что Рави постоянно отходит, постоянно дерется. Ну, у меня просто часто с удалось возникало, что моя команда вся умирает, мне приходится соло драться против двух складок на Равике, а он как бы это может. Понимаете, в чем прикол? Он может. И поэтому, исказать такой логики, я из себя так и действовал, да. Поэтому взял бинк. Вот, лад, простая логика, ничего сложного. Какой-то странный, у них здесь бегает непонятно. Также, ребят, хотел бы сказать, моментик один, да, прекрасный. Прекрасный моментик, то, что... Вот я, вы заметили, наверное, бомблю после меня, да, очень сильно. Ну, прям очень сильно бомблю. А с в основном я бомблю, конечно же, по... Такому моментик, как связанному. Ага, убежал все. Из-за моментов, которые называются сокомандники, да, которые забирают легендров. Почему я бомблю? Потому что, когда играю на слоне, мне очень хочется победить. Ну, потому что это вся цель игры, как бы... Я вот сейчас просто бегаю, так по фанчику, что играть, да. Рабика смотрим, все такое, силу, мощь, понагибать, поразгибать. Ничего чего не поделать, да. Но в основном я вот сейчас бегаю, как бы не паюсь. В реальности же... В реальности же, да. Я все-таки пытаюсь чего-то добиться, когда играю на слоне. Победки в основном добиться, да, какой-то мощный. Блин, как бы не откинуться сейчас, да. Не откинуться. Хороший план. План не откинуться. Ну, бака я, кстати, убил. Бака убиваем. Урончик наносим. Очень много урончика пытаемся закинуть. Ну, блин, противники ворочатся, это бесит. Это очень сильно бесит. Мой сквад, конечно же, ничего делать в этот момент, конечно же. Но зачем мы что-то делать, если можно ничего не делать. Гениальность моего сквада, она зашкаливает, как обычно. Она, как обычно, зашкаливает. Смотрите, просто, просто. Они бегают, у них норм. Я тут солодерусь против противника. Делаем киллы. Сейчас, скорее всего, мы там всех убьем теперь. Судя по тому, что я вижу, мы сейчас их там всех убьем. Я промахиваюсь копьем. Это было гениально. Дважды причем промахнулся. Заметьте, просто невозможно попасть к противнику. А зебра мой умер. Полезный. Сокомандник, они аптечку золотали. Пришел, помог, как говорится, да? То есть я их убиваю, они аптечка лутают и уходят. С баком тяжело. Тяжело очень сильно. Но пытаемся что-то сделать. Не знаю, правда, что получится. Дона у нас, смотрите, просто животные сели. А вы там говорите, почему я бомблю? Действительно, почему я бомблю? Действительно, действительно. Почему я один играю в эту игру? Почему это эти больные животные посидят в бочках и ничего не делают? Действительно, почему же? Почему же? Почему, да? Совпадение, наверное, совпадение. Каким-то чудом двух здесь убили. Они, знаете, что самое плохое? Это они еще... Они же не только мешают в плане того, что ничего не делают, да? Они еще, помимо того, что ничего не делают, они еще мешают. Вот пришел один гений, да? Взял и отдал, как бы, свою аптечку им, да? Как бы тоже, вот, намек. По сути, вот сейчас соло говорит. Нет, я их спасать не буду. Я сейчас убегу, пусть они добьют этих двух денег. Может быть, и аптечку золотая, пока будет время. Ну, а чего мне? Подеремся соло. Нет, аптечка не получилась золотать. У нас, кстати, есть возможность подраться соло. Тут, в принципе, проблем с этим не будет. Особо. Ну, вот, заг, проблема, конечно, да. Ладно, будет проблема. Будут проблемы. Будут проблемы. О, боже мой, это трубка. Это трубка. Ну, кстати, мы двоих минусанули. Сейчас можно на этом минусе сыграть по итогу. Троих минусанули. Зака минусанули. Ну, и все, это победа. Это победа. Сейчас, главное, использовать эту аптечку красиво и отбить никса, и все. Это будет конец никса. Все, делаем по никсу выстрел. И добиваем. Да, добил. Ну, ладно, добил. Ну, вот, поэтому, ребятки, я и брал бинт. Объяснил, я думаю, все правильно, да? Как бы бой, который показывает, почему я беру бинт. Я думаю, это я никого не уделил. Ну, а теперь, почему я бомблю, да? Ну, в этом победе я не бомблю, потому что мне по-барабану. По-барабану глубоко на победу-поражение. Когда играю на задке, ой, на задке. На слоне у меня цель это победы. Победы и поднятие рейтинга. Потому что, ну, это одно и то же. Так вот. И когда я вижу, что у меня забирательный пинозрот, какие-нибудь там низкоуровневые, или же просто люди, которых не реализуют, да? К примеру. Такое, что сейчас редко бывает? Нет, часто бывает. И вот, исходя из всего этого, исходя из этих прекрасных моментов, которые я тоже понимаю, да? Я решаю, что приходит, ну, нужно делать соответствующие выводы. Поэтому я и бомблю. Бомблю, потому что каждый легендарный дроп, который забирает у меня противники, блин, все предметы забрали, ничего, вообще-то подраться даже нечем. Так вот, все предметы, которые забирают у меня противники, это, по сути, моя возможность победить в бою. Она всегда отнимается. Мало того, что у меня гений в команде, как вы понимаете, обычно, да? Обычно это гений. И чтобы хоть как-то с этими гениями побеждать, мне приходится, ну, намного больше реализовать свою силу, да, ну, которая есть у слона. И чтобы максимально реализовать, это, конечно, нужен легендарный предмет. В этом-то и заключается суть, почему я бомблю. Потому что легендарный предмет отбирают, и я, и все меньше и меньше шансов получается на победу. Потому что этих, эти легендары предмет вообще не реализуют. Они просто фигней страдают. Ну, как обычно, да? Это же гений, вы понимаете тут. Каждый бой, а не гений. Вот нравится, кстати, да, преимущества, конечно, есть, неплохие. Я сейчас, наверное, делал ошибку, то что сажусь в бочку. Ну, хотя пофиг, в принципе. И так сыграем, наверное. У нас здесь, я смотрю, легендарное копье. Никуда залетать, хорошо. Точнее, обычно копье лово, и легендарное. Зато дробовичок хорошо залетает. И отражение очень хорошо работает. Мне прямо это сейчас нравится. Потому что отражение прям шикарно работает. Потому что все противники, которые сейчас у меня есть, они вот играют, видите? Немножко через дальний бой. Я сказал, почти все игра. Через дальний бой, почти фул предметами. И поэтому для меня реализовывать сейчас, ну, дальний бой через отражение, это просто идеально. Просто идеально. Я, как бы, ничего особо в этом плане не напрягаюсь. Да? Не попадаю почему-то. Какой же панды жест. Сейчас панды прям, конечно, жесть. Просто жесть. Слов нету по поводу них. Имбалансные персонажи, так сказать. Игорь Зубов. Ну, этот будет бегать. Ему норм. Ну, а нам, в принципе, тоже норма сейчас примета золотаем. И я тоже пойду убивать его. Игриться он в любом случае добегается. В любом случае, да. Валин. Правда, с меткостью немножко такое. Если бы, ну, сам понимаете, да? Или все-таки не самый веленый персонаж. Чтобы догнать, попасть и бить. В акула попал, кстати, нормально. Лиззи в итоге сбежала. Ну, ладно, пофиг на нее. Акул, наверное, тоже. Смотрите, просто бегают. Просто фигней. Игрки страдают. И кто-то драться, что такое? Что такое командная игра? Зачем она нужна в этой игре, если можно зайти в бои 5 на 5 и бегать соло и умирать, да? Ну, логично, логично. Зачем вот, я не знаю, вот, кстати, да. Есть проблема с тем, что игроки играют не ради победы. Непонятно ради чего тогда они играют. Очень непонятно ради чего. Прям дико непонятно, но... Это игроки зубу, да. Ну, должна работать не только по рейтингу, да? Точнее, подбор в бои не должен быть не остатся не только по рейтингу, а и по другим параметрам. Но, как говорится, кого это волнует? Кого это волнует, если они гений? Бочка такая беспалевная здесь сидит на змеи. Точнее, змея на бочке. Ну, в общем, вы поняли. Ну, она одиночка, поэтому добьем. Осуждаем бойщики, как говорится. Эти вот хотя бы они дерутся, но... Ну, тоже вот странно дерутся. Могли бы нормально драться, командно, но... Разбегаются, фигней страдают. Не, бери, бери, Никс. Повторите, мне сейчас, как бы, почему я не горю от легенера, потому что он ничего не решает. Не решает сейчас это взять и легенера предмета Никсом. Но, в реальности, когда играешь там на слоне, и ты, блин, в начале боя лутаешь легенера предмет перед основными замесами, да? Конечно, это будет решать. Конечно. Ну, и больше всего мне раздражает, ребятки. Ну, не то, чтобы больше всего. Просто вот недавно прочитал комментарий интересный на... Когда люди пишут, что вот они, оказывается, животные были, да? Ну, как они говорят это. И вот они подбирали легенера пред, что не знали, что это влияет так сильно на бой, что вот они не знали, и поэтому не животные. Ну, ребят, что я могу сказать. Есть соло бои, которых вам никто не запрещает подбирать легенеры предметы, которые, наоборот, то, что вы подберете легенера предмет, неважно, там низкий уровень, высокий уровень, это ничего не меняет, да, по сути. Потому что там нет команды. Команды нету, и как бы вот. Причем здесь новичок, причем здесь опытный игрок, потому что ты, как бы, если заходишь в бои и хочешь победить, то ты должен делать все для побед. Если ты забираешь легендары дропу 18 уровня, восьмым уровнем, и думаешь, что это принесет победу, но тут как бы неважно, новичок ты или не новичок, тут как бы уже просто головой, но нужно думать, да. Я никого не хочу обидеть, ребят, сразу скажу, я бомблю, потому что, ну вот у меня бомбит, ласково называю всех животными, немножко больными, да. Ну уж понимаете, здоровые животные так себя не ведут. Звучит. У нас, как говорится, игра про животных, поэтому никаких оскорблений, у нас только животные. Немножко нездоровые, но когда-нибудь они вылечатся и будут играть хорошо. Я на это очень сильно надеюсь, поэтому, ребятки, я именно это в своих, так сказать, видео и говорю. Не буду, как говорится, говорить, ой, какие они все молодцы, хорошие игроки и все остальное. Я такого говорить не могу. Это, как говорится, неправда. Будем говорить как есть. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, расставляйтесь в комментарии. Не будьте больными животными, будьте молодцами, тащите бои, побеждайте, радуйтесь победкам, интересным, динамичным боям, которые будут случаться, потому что чем больше игроков будут играть хорошо в игру, тем лучше. На мой взгляд. На это все. Не болейте, встречайте. Всем пока-пока.